Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Лев Дзиденко. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотрите сегодня в выпуске. В университетской клинике КФУ провели роды после сложной операции. Что нашли ученые КФУ на дне озера? Ректор КФУ Ульшат Гафуров встретился с образовательной общественностью Елабуги. 8 сентября в Национальном музее Республики Татарстан состоялось ежегодное вручение премии «Музей года». В конкурсе был представлен ряд номинаций. Музей истории КФУ удостоволен звание лучшего вузовского музея года. Как заявили сотрудники, заявку на участие они подготовили еще в прошлом году. Музей истории Казанского университета подавал заявку и участвовал во всех трех номинациях. Мы рассказывали и о создании музея Лобачевского, о наших выставочных проектах. Мы рассказывали о детских программах в разных музеях. Это музей Казанской химической школы, музей Лобачевского, квесты, музей истории. И также был отдельный проект информационно-цифровые технологии. Мы рассказывали о роликах, в том числе созданных вместе с Универ-ТВ, о программах, которые мы реализуем в социальных сетях. Это, например, журфикция у Лобачевского. Это серия роликов, которая была сделана с ребятами, студентами, которые занимаются, работают в Универ-ТВ. Музей истории Казанского университета впервые, вообще за всю свою историю существования, существует он уже 41 год, получил вот такую награду. Это признание профессионалами музейного сообщества Республики Татарстан, что это лучший вузовский музей года. В планах у работников музея стоит задача держать планку, подготовить новые проекты, которые будут интересны не только студентам и сотрудникам вуза, но и широкой общественности. К другим новостям. 7 сентября в полилингвальном комплексе Адемнар-Алабуга прошла встреча ректора КФУ Ильша Дагафурова с образовательной общественностью Елабуги. Презентацию возможностей университета в подготовке педагогов в их профессиональном развитии КФУ начал с амбициозной цели, поставленной президентом страны. Вхождение к 2024 году в топ-10 лидирующих стран по качеству общего образования. И все активности вуза сегодня направлены именно на это. Все свои проекты выстраиваем под реализацию именно этих задач. Мы сделали так, что подготовка учительских кадров в университете стала приоритетным направлением. Вместе с тем ректор подчеркнул, насколько большую роль в решении масштабных задач университета играет поддержка президента Рустама Миниханова, возглавляющего наблюдательный совет КФУ. Так, при содействии руководства в этом году городская школа номер 5 получила статус университетской и была капитально отремонтирована. Внимание образовательной общественности Ильшат Гафуров представил систему подготовки кадров в Казанском федеральном университете, сделав акцент на практикоориентированный подход. Его площадками служат три общеобразовательные школы, включая университетскую, модельные классы вуза, а также детский сад для детей с расстройством аутистического спектра. Такая площадка востребована и Российской академией образования, с которой тесно сотрудничает вуз. Не зря одним из первых гостей университетской школы стал президент Рао Юрий Зинченко. В ходе встречи ректор КФУ вручил благодарственные письма елабужским учителям русского языка и литературы, подготовившим в этом году выпускников стобальников по результатам ЕГЭ. В завершении ректор ответил на вопросы педагогов и студентов. А вот следующий сюжет о пациентке, которая обратилась в одну из казанских клиник с решением сделать аборт из-за сложной в прошлом операции. О том, как закончилась эта история, расскажет наш корреспондент Кристина Надышина. В акушерском отделении университетской клиники Казанского федерального университета у 39-летней пациентки, принесшей лапароскопическую сакровагенопексию, родился ребенок. Мы имели достаточно уникальный случай. У молодой женщины была проведена эта операция сакровагенопексией, и тогда никто не подразумевал, что она будет беременна. Но молодая женщина, на то и она, и молодая женщина, что все-таки вот случилось такое счастье, она забеременела, и перед врачами стала непростая ситуация, как дальше решать эту проблему, то есть как выносить ее беременность и как ее родоразрешить. Лапароскопическая сакровагенопексия – реконструктивная операция с применением синтетических материалов, направленная на устранение опущения органов малого таза. К ослаблению мышц приводят родовые травмы, большое количество родов, опухлевидные изменения органов, ожирения, тяжелофизические нагрузки. И вот на сегодняшний день вот эта операция, лапароскопическая сакровагенопексия, она, во-первых, малоинвазивная, она позволяет сделать операцию с минимальной травмой для женщины и обеспечивает очень хороший исход. Другой вопрос, что сама по себе операция очень сложная. Операцию выполнили врач-кушер-гинеколог университетской клиники КФУ Евгений Юпатов и врач-кушер-гинеколог университетской клиники КФУ Жанна Федянова. Участие в операции также принял заведующий гинекологическим отделением Центральной городской клинической больницы номер 18, ассистент кафедры акушерства и гинекологии КГМА Александр Зайцев, выполнивший женщине в 2019 году лапароскопическую сакровагенопексию. Вот приходится на одном квадратном на двух квадратных сантиметрах, а вокруг тебя везде магистральные сосуды. В этом заключается вся сложность, то есть высокая точность движения нужна и хорошее знание анатомии. На 40-й неделе беременности женщине выполнили кесарево сечение. Операция прошла успешно, на свет появился здоровый мальчик. После восстановительного периода по желанию женщина вновь сможет родить ребенка. Кристина Надершина, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюс. Ученые КФУ из приоритетного направления эко-нефть изучили донные осадки озер в разных частях планеты и обнаружили в них присутствие космического вещества. Что это за вещество и как оно оказалось на дне озер, наш следующий сюжет. Российские ученые из приоритетного направления эко-нефть Казанского федерального университета исследовали донные осадки озер в разных частях планеты и обнаружили в них присутствие вещества внеземного происхождения. Космическая пыль была обнаружена в озерах Тургаяк, Плещеева, Рубской, Байкал и многих других. По словам ученых, наличие космической пыли в атмосфере Земли – это вполне обычное явление. На данный момент на планету попадает в среднем от 3 до 150 тысяч тонн пыли в год. И это только мелкие частицы. Помимо этого, образование пыли может быть связано с разрушением астероидов и комет, которые пролетают мимо Земли, после чего пыль оседает на планете. Интересно, это тело, которое уже упало, и оно большое. Когда оно, допустим, сгорает в атмосфере, от него отщелушивает, так скажем, в результате абляции маленькие частички. А вот это потом падает. А также происходит дробление тех объектов, которые у нас в космосе, в самом космосе. То есть они постоянно сталкиваются. От этого происходит образование мелких частиц. Когда они подходят близко к земному полю, в гравитационному, их оно притягивает. По мнению ученых, данные исследования помогут пролить свет на то, каким был космический объект до превращения в пыль. А также помогут провести более широкие исследования космического вещества. Сколько поток этого вещества, потому что это все осветает на Землю. Мы можем найти ответы на то, какой объект разрушился, когда это примерно было. Может, мы в метеоритах находим новые, допустим, соединения, да, или новые какие-то элементы. К тому же космическая пыль может быть не только в нашей планетарной системе, она может быть принятена в других галактиках. Ну, что маловероятно, но, тем не менее, люди пытаются, ученые и исследователи, ее найти. Кроме того, существует гипотеза, что жизнь на планете Земля зародилась в результате занесения ее из космического пространства. Однако пока что эта гипотеза одна из самых нераспространенных. У нас же теория есть в Танцпермии. Того, что жизнь произошла из-за того, что когда-то сюда упал какой-то или космический объект, или что-то было занесено с космосом. Кто сказал, что это могло занестись не с метеоритом, а вот с этими маленькими космическими пылинками? Конечно, это одна из самых нераспространенных теорий появления жизни на Земле. Исследования продолжаются, и скоро будут получены новые данные. Однако сейчас точное происхождение найденной пыли в объектах по-прежнему является темой дискуссии среди ученых всего мира. Лев Диденко, Универ, Ньюс. А на этом у меня все. В студии был Лев Диденко. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok